Итак, если вы строитель, то ваше утро начинается не с кофе, а с заезда на склад Петровича. За какими-то еще штуками, то чего не хватило, какими-то еще новыми вещами, вот так. Итак, всем привет! Перед вами итог работы двух дней. Это называется лишняя вязка, то, что пройдется на фундамент. И практически готовы перекрытия первого этажа. То есть общий хронометраж по времени такой, что вот за примерно полтора часа два помощника разгрузили лес. По-моему, чуть меньше четырех кубов, там, три с половиной куба, где-то так. И плюс, можно сказать, два полных, полноценных рабочих дня с помощником. Я собирал вот это все. Плюс, пришлось еще выравнивать одну сторону фундамента поднимать. То есть тоже это заняло времени. Ну, в общем, это все примерно заняло два дня. Сейчас я вам детальнее это все покажу. Да, отдельно хочу сказать про погодные условия. То есть приходится работать, ну, скажем так, не выбирая, да, то, что есть. Поэтому немножко тоже затрудняет. Значит, нижняя обвязка можно заметить другого цвета. Это не краска, это антисептик. То есть специально я рассчитал количество доски, нужное для нижней обвязки. И попросил ее антисептировать. Это доп.услуга, за это надо доплачивать. Вот такая она. Она не будет впитывать воду, не будет гнить. Да, с ней вообще ничего не произойдет. Также дополнительно торцы. Ну, и потом еще, когда поставлю стены, оболью. Купил неомид. Он тоже примерно для тех же целей. Огнебиозащита. Ну, в общем, думаю, не будет лишним вниз. Здесь может быть положен брус 15 на 15. Но брус мне не подходит, потому как, во-первых, он тяжелый. Я бы его... То есть я не знал, будет у меня поможет, не будет. То есть один я бы его никак, этот брус, не смог перетаскивать. Но это было бы очень тяжело. Поэтому я принял решение делать из доски. Три доски по 50 сбиваются вместе. И получаем, собственно, тот самый брус 150. Для того, чтобы это было более надежно. Ну, здесь я еще подобью. Да. Для того, чтобы это было надежно. На сквозь скрепляется вот такой шпилькой. У меня десятая шпилька. Вот, естественно, здесь шайбы. Здесь, естественно, будет все. Она затянута, подтянута. Очень важно. Вот эти соединения. То есть они должны быть такой лестницей, да, или елочкой. Вот. То есть здесь уже закрыто. Не покажу. Вот здесь побольше видно. Блин, снег пошел. Вообще капец. На обвязочный брус, да. То есть это можно уже сказать, что 150-й брус. На обвязочный брус у нас опираются перекрытия первого этажа. Или перекрытия пола первого этажа. Это доска 150 на 50. У меня весь каркас будет из доски 150 на 50. Здесь она уже идет обычная. Да, эта доска еще дополнительно сырая, скажем так. Естественной влажности. Вот она у меня лежит. Вот так все накрыто. Я предполагаю, что она в процессе еще немножко подсохнет. Ну, даже не то, что я предполагаю, а вот даже сейчас на ощупь я трогаю. Я понимаю, что она стала суше, чем когда ее привезли сюда. То есть она уже подсохла. Итак, здесь у нас не хватает еще вот таких перемычек. Честно говоря, сегодня планировал это сделать. Но что-то не пойму, что за снег. Не знаю, буду ли я сейчас что-то делать. Ну и также нужно ее везде вот получше подбить. Чтобы было понадежнее. И пробить еще обвязочный брус мой. То есть это я буду делать уже 120-ми гвоздями. А также я специально на низ взял гвозди оцинкованные. Оцинкованные, по идее, не должны ржаветь. Еще небольшой лайфхак. Честно говоря, сам где-то подсмотрел. Значит, я сделал вот такой шаблон. То есть расстояние между лагами должно быть 59 см. Для того, чтобы легко сюда поместить утеплитель 60-сантиметровый. Вот, и я сделал такой шаблон. То есть я не буду каждый раз отмерять рулеткой. Я буду отмечать все по нему. То есть с обоих сторон я прикладывал шаблон, прибивал по шаблону. А также сейчас вот эти поперечные, скажем так, тоже буду набивать. Буду использовать этот шаблон. Точнее напиливать. Но не очень понятно, что делать с этим морем. Возможно, оно не будет образовываться, когда здесь будет крыша. Да, возможно, это все будет само собой уходить. Но я предполагаю, что, скорее всего, мне нужно будет это подсыпать. Вот. Ставьте лайки, кому понравилось. Пишите комментарии. Если у кого-то есть какие-то соображения по поводу, что лучше сделать правильно, неправильно, какие-то подсказки, с радостью все приму. Можете писать в комментариях под видео. Спасибо всем, кто смотрит. Пока.